Добрый-добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас! Сегодняшний ролик будет общественный, все больше ведь я в эту сторону склоняюсь. Конечно, по весне, наверное, надо будет снова какое-нибудь историческое расследование провести, да, еще там погулять по нашим городам, снять, рассказать для вас что-то интересное, что касается нашего далекого-далекого прошлого. Но пока столько событий, да, вокруг, вы все это сами видите, вы все это сами понимаете. Вот, и сегодня я заказывал товары в магазине, и доставщик, когда перезвонил мне, сказал, что нет, того-того-того-того, то есть я буквально вот недавно был в магазине, и все было на полках. А вот сейчас по телефону услышу, что, ну, нет уже практически ничего. Поэтому вот хочу дойти в гипермаркет, увидеть все это своими глазами, для вас запечатлеть, цены запечатлеть, то есть то, что сейчас как раз в большом количестве выкладывают на YouTube, в общем, и я подчинюсь этой моде, да. Я запишу, попробую записать видео на эту тему. Вот, не судите строго, как говорится, тоже, я так надеюсь, что всем интересно, у кого как сейчас там, да, обстоят дела в городах разных, поэтому я надеюсь, вам будет интересно увидеть, что у нас в городском округе подобное творится. Ну вот, подхожу я в гипермаркет Убнобус, сейчас зайдем с вами и своими глазами посмотрим, убедимся, либо наоборот развенчаем миф, да, информацию о наличии, либо отсутствии товаров. Вроде все в полке занят, алкоголь, по крайней мере, вот весь есть. Но меня интересует бытовая химия, я пытался заказать ее. Чего-то много, да, отчего-то закончилось. Тут пустые полки, хотя определенные средства есть. Приветствую. ЭПИСМЕНТРИМЕНТРИМЕЦКИИКИЙ СОГОЗАНИЕСКАЯ МУЗЫКА В детских товарах все есть. Почти я знаю, рублей вот раньше за 38 удавалось брать сейчас по акции Хаймс, да? Вот. Иди-лиди. А вот крутая няня с 38 до 61 поднялась. Еще и типа акция за 61. Сколько же без акций будет стоить? А, ну, 68. Под сотню скоро фруктики патчи будут стоить. Так что пока не поздно. Наверное, надо взять Хаймс за 38. Пока есть такая возможность. Ну, а так каши все есть. Только вопрос цены. Цена резко подскочила. Хотя акционные товары, вот видите, еще красные цены. Ценечки они есть. Подгузник, кстати, да. Вот экселька раньше брали за 1400. Теперь 2250. Так что тоже женщины все жалуются, что подгузники подорожали неимоверно. Я уж не стал снимать, но полки с тампонами, прокладками, извиняюсь за подробности, но абсолютно пустые. Все женщины все смели, решили перестраховаться. А барыги, кто-то сказал мне на озоне, выставили цену за пачку 600 рублей. Так что вот так у нас. Кому, да, проблемы, а кто называется. Хотя, вы знаете, там такая есть поговорочка, да? Кому мать родна. Почти все полки заняты, что касается масла. Какие-то только иностранные, наверное, дорогие сорта раскупили. А так петчупы. Все в наличии. Дорог много. Хорошки сдали за соточку, да, когда-то могли по 50 рублей купить. Конфеты, сладости, тоже все полки заняты. В общем, из того, что увидел, да, сегодня. Продуктов, в принципе, достаточно. Цены, конечно, подросли где-то на 50%, да, на некоторые позиции. Акционы товары присутствуют. Вот. Подгузники детские подорожали очень сильно. Вот. Ну и... В общем, народ запасается как может. Ну вот. Такой у меня был поход в магазин. 20 марта 2022 года. Цены зафиксированы, их можно запомнить. В будущем сравним, насколько все вырастет, не вырастет. Дай Боже, если бы остановилось, да, на этой отметочке. Вот так или иначе. Народу вон много идет. Не буду никого смущать. Поэтому прощаюсь с вами. Пока-пока. Пошли.